ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас это время все дужки гонят на полевом направлено. Все. Слушай, что специально сделал? Впереди же никого нету. Да, просто остановился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, 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 да. Дальше остановимся. Смотри. Тихо, тихо. Едем, едем, едем. Нет, останавливаемся. Останавливаемся, останавливаемся. Потому что непонятно, кого они тормозят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас один холд увидим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто вместе? Дрюк, кто вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С этим автомобилем? Нет, мы ехали, просто восстановили нас. Что, что? Ну, вы ехали во втором, вы остановили, и мы остановились просто. Вы же остановили, мы остановились. Просто, да? Все так просто. Стоять, мы Жигулёна без причины остановили, у нас это фиксировано на карте. Вызывайте старшего, вызывайте старшего, старшего вызывайте, вызывайте старшего, вызывайте старшего. Причина остановка была. Сел, сфотографировал номер машины. Это для того, что вы не говорили, что остановочка без причины. А какая же была причина? Удостоверение. Мы к вам не обращались. Обращались, подошли к машине. А водитель что, уезжает? О, вы уже приехали, да? Да, соскучились. Давайте удостоверение. Вам подошел, спросил, вы вместе едете? Вы же обратились к нам. Ну так вы же обратились, вы же обратились. Вы же обратились к нам. Вам надо удостоверение. Являйте удостоверение, вызывайте старшего. А чего старшего? А чего вы командуете? Потому что мы теперь начальство. Вызывайте старшего сюда. Какая причина? Причина беспричинной остановки. И превышение скорости. Да, и превышение скорости. 120 по проспекту. Кто говорил, что удостоверение вы предъявляете? Я к вам не обращался. Я еще раз говорю, вы предъявляете удостоверение или я делаю вызов по спецлинии? Инспектор, вы удостоверение предъявляете свое? Я к вам не обращаюсь. Жетончик покажите. Смотрите, жетончик, смотрите. Какой вопрос? Жетончик? Видно вам? Удостоверение покажите свое. Приявите. Все. Вам показать? Да. Давайте свое удостоверение. Не давайте, а покажите. Пожалуйста. Так вам обращаются или нет? Предъявите, пожалуйста. Кому предъявить? Кому? Кому? Вас смотрите. Раз, два, три, четыре. Вы обращались ко мне. Предъявите ему. Тогда я буду обращаться. Мельник Сергей Сергеевич. Старший инспектор ДПСДИ. Есть такой инспектор? Действительно, до 9-го, 10-го, 10-го, 10-го. Инспектор Мельник. Значит, вызываем старшего. Чего? А что вы помогли? А можно вашего удостоверения? А вы кто? Выставьте, спокойно. А я кто? Я гражданин Украины. Вызываем старшего. Вызываем старшего. Вызывайте старшего. Ну, вызывайте старшего. Кто у вас старший? Второй оливник Руслан Васильевич. Вызываем старшего, инспектор. Вызывайте старшего. Будем разбираться, да. Сейчас мы с вами разберемся. Вызывайте, да. Вы с вами разберетесь. Мы сразу за вами ехали. Мы видели, как вы остановили этот «Жигуль» абсолютно без причины. Без причины остановки. Просто без причины. Конечно. Он был устно предупрежден. Согласно сатистам. Не говорите ерунду, инспектор. Только после составления протокола предупреждаются. Ну, вы же ехали. Вы же видели номер машины. Почему вы остановили именно его? Подождите. А номер машины? Неправильно установленный номер. Это есть? puffer teach? Никому неправильно установлено? Виктор. Скопейки неправильно установлено? Понимаете? Ну а вы чего скорость превышаете? Разstop можно прицепить любой нужно. А что вы скорость превышаете. Скажите. Какой пример подаетесь? Пожалуйста. Видеоорганизация. Мы покажем. Всё будет на сайте. Вы всё посмотрите. Конечно посмотришь. Это ж позорище для вас. Нет, это не для нас позорище. А, это не для ваших подорочек. Что останавливаете, без причин? Ну, конечно. На водителя составить протокол за превышение скорости. Кому составить? Я его предупреждаю устно. То есть вы предзнаете, что было превышение? У кого? А вы же говорите, предупреждаете устно. Он говорит, что составляете протокол. Так я говорю, что я предупреждаю устно. То есть вы сопротивляете... Был факт нарушения, получается. Так, ребята, вы сейчас мешаете нам работать. Почему? Вам это известно? Не светите в лесу, я же вас присыл. Мы не светим в лесу. Мы просим, пожалуйста, вызовите ответственного. Мы хотим пожаловаться на вас. Да вы жалуетесь в шоколадке какие-то. Какие вопросы? Молодец. Вот мы видим абсолютно безнаказанность работников ГАИ. Причем такую наглость и цинизм. Вызывайте кого хотите, жалуйтесь куда хотите. То есть человек, даже представитель власти, не хочет выслужить суть претензии. Отреагировать согласно закону. Извиниться, если что-то было не так. И поехать себе спокойно. То есть такое вот, знаете, вольготное отношение. Типа я тут главный, а вы тут никто. Ну, мы еще посмотрим, конечно, как оно будет развиваться в дальнейшем. На самом деле просто фиксируем для граждан Украины, чтобы они видели, как вот наша милиция несет службу. Особенно после Майдана, после всех событий. Делайте то, что это не так. Заниматься дырницей с обычным водителем. Вот вам типичный пример. Переворд-преступников на дороге. Который без причинно останавливает водителей, упиваясь властью. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Вызывайте отец. Мы договорили, что призывают. Что-то от вас. Вызывайте отец. Доктора, вы же сказали, что отец снова будет. Обаренки. Вы призывайте за вашу. Слушайте, мы только что были на Крещатике. Не надо рассказывать. А если переляк, я же буду мочиться по ночам. Ну представьте себе. Андрей Иванович, от плевка. Ваши инспекторы от плевка падали в Андрея Ивановича. Я мочиться. Ребята, нормально. В чем заключается ваша работа, скажите, пожалуйста. У нас есть патрульная граница. Да. Ну тогда, давайте, попатрулируем с вами. Поехали же инспекторами. Поехали с нами попатрулируйся. Поехали. Поехали. Поможете нам, да? Правда? Да. Давайте, поехали. Какая касса сегодня, инспектор? Поехали, давайте. Скажите, а вы когда взятку берете, чек даете водителю? Когда взятку берете, вы чек даете? Или ордер приходный? Я говорю, касса, какая сегодня водитель? Инспектовый, кассу какую собрали сегодня? Вопрос странный какой. Сколько сиренка требует денег заносить? Сколько надо сдавать за смену? Это вы спросите. А мы-то знаем, мы же хотим вас узнать. Где кассовый аппарат? Вы едете с нами работать? Поедем сейчас. Где кассовый аппарат? Вы вызвали ответственного или нет? Это наш адвокат. О, видите, вы знаете. Поехали. Сняли. Едьте. Любите кассовый аппарат.